Год назад работал для президента, нашего президента. И я решил подарить ему фокус, то есть карты. Они были в кожаном чехле. Представляете, действие какое? Президент берет карты, говорит, это я возьму. А чехол говорит, это, пожалуйста, возьмите, это стоит денег, это кожа. Это не надо, это мы купим. Я говорю, ну что, напишут, я вам дарю, это подарок. У меня таких еще дома 10 штук. Правда у вас есть. Я говорю, честное слово, тогда я возьму. Это стоит денег, это, говорит, президент. Поэтому я говорю, для того, чтобы дети, когда вырастут, были порядочными, надо их сегодня уже... Почему, я говорю, нужны эти гражданские песни, нужны, скажем, я не знаю, но сегодня уже вот это воспитание. Потому что какой ты будешь сейчас, таким ты будешь потом. Ну вот прошли годы, Олег Константинович уже в возрасте. Ну как можно взять, когда-то 80 лет советскому цирку было. Ребята, я вам просто говорю факты. Отмечали 80 лет советскому цирку. Нас вызвали от Казахстана, нас только одних. Матурганчика вызвали работать. Олег Константинович тогда еще только уезжал в Германию. И когда был распад Союза, распад цирка, вы знаете, этот человек, который сегодня оклеветал нас, он говорит, вы говорите, цирк умирает? Муратик, иди сюда. Мальчику было 4 года. Он его взял за руку, у меня есть фото. И он говорит, цирк никогда не умрет. Вот оно, будущее этого цирка, советского цирка. И прошли годы, и он теперь пишет про этого же мальчика, которого держал за руку и говорил, что это будущее советского цирка. И он теперь пишет из слов некоторых людей, что это такой врун, это такой-сякой, а факты говорят об этом. Карима, но я знаю, что в цирке всегда были интриги. Я честно скажу, я никогда не лез в интриги. Я вообще не люблю. Но вы часто сталкивались с завистью? Это в порядке вещей, это всегда... Я к этому всегда относился как должно. Знаете, почему? Лея Хиджакова, очень хорошая актриса для меня, человечек такой, ну я ее прямо обожаю. Как-то ей сказали, Лилочка, вы любимица народа. Она, знаете, что сказала? Ну вы это преувеличили, любимица. Я не могу любимица всех. Это почему? Она же правду любит. Она всегда говорит правду. Но я же говорю правду. Как меня люди могут любить, которым я и говорю правду? Каримага, поправьте галстук. Я вас немного съехал. Ой, да, темно. Вы его правильно поправили. Каримага, скажите, вы воспитали двух замечательных артистов цирка, Мурата и Кариму. Но вот скажите честно, ни разу не пожалели, что вы своих детей оставили в цирке? Вот такого не бывает. Пожалеет им, пожалеет любой родитель. Он когда что-то делает, да. Во-первых, начнем с того, что в цирке насильство, их никто не затаскивал. Мы когда, я Муратку водил в садик, мы всегда с ним говорили о цирке, о клоунаде. И это впиталось в них. Это их желание было работать в цирке. Другое дело, что когда они подросли, вот сейчас они подросли, у них какие-то новые интересы появились. Муратка себя пробует в шоу-бизнесе, пробует себя в администрации. Это другое дело. Жалость есть другая. Она родительская у любого. Вот когда ты вложил что-то, и можно было бы еще развить, и пойти далеко-далеко-далеко. Потому что ты уже имеешь школу, имеешь какие-то навыки. А где-то они рассмотрели, что мы хотим что-то свое попробовать. Но вы не против? Я не против. Но сейчас ваши дети хорошо зарабатывают? Ну, буду откровенным. Ну, как можно на госструктуре хорошо зарабатывать? Но Мурат помимо госструктуры, помимо цирка, у него же есть наверняка тоже корпоративы. На корпоративе, да, зарабатывают как все. Другое дело, что это мое личное мнение, что если бы мы сейчас гастролировали бы по заграницам, конечно, заработок был бы иной. Но я думаю, что ваши дети зато изучали географию, да, вживую. Да. То есть вы где только не жили, где только не гастролировали. Это правда. В том плане, что, например, когда вообще СНГ не знало, что такое Макдональдс, когда мы попадаем в Италию, и нас с утра до вечера кормят этим Макдональдсом, вы не представляете, есть люди, которые мечтают, мечтали когда-то. Мы просили, дайте нам лучше деньгами, не нужен нам ваш Макдональдс. Нет. Или, скажем, люди не могли попасть в Диснейленд, да, увидеть, что это такое. Мы увидели Гардоланд, но мы были там как почетные гости. И когда впервые-впервые была президентская елка во дворце, сейчас пионеров, да, в Алмате, и нас на эту первую елку пригласили, и у нас была встреча с президентом, мы привезли оттуда игрушку, это Гардоланда, и Муратик подошел к президенту, подарил ему эту игрушку и сказал, ну что он убежал, я так хочу, чтобы в Казахстане был такой же Гардоланд. Он говорит, обязательно Муратик будет. Вы же работали в клоуном и в советское время, да, и в советском цирке, да, и сейчас работаете. Когда было сложнее? Сейчас или тогда? Вот даже рассмешить детей. Вы знаете, и тогда, и сейчас сложно рассмешить, да? И вопрос другой, какой смех? Например, кому нужен и кто какой любит смех? Что тогда, что сейчас? Я был противником рассмешить пошло, рассмешить гадко. Я был тогда еще, в советское время, сейчас особенно. Вот посмотрите, даже в жизни люди, да, между собой, допустим, стараются похохметь, рассмешить, но обязательно добавлять какую-то гадость, пошлость, да, обязательно с каким-то унижением, оскорблением. И я был всегда против этого. Вот смотрите, Великий Чаплер смешил и без всякой пошлости, без гадости, да. Ну, сейчас же много таких вот передач, типа Comedy Club, там, прочее, да. Кто-то кайфует от этого. Ну, вот я про детей, мне интересно, дети сейчас избалованы, да? То есть вы говорите, что тогда действительно, да, когда вы своих детей возили, показывали им там итальянский, да, получается, Диснейленд, да, то мы его еще не видели и не знали, да? Сегодняшние дети, они уже там знают, да, Диснейленд, что такое Диснейленд, то есть с младенческого возраста видят. Мне интересна реакция детей. Вот нынешние дети, они другие? Немножечко другие, да. Сложнее вот с ними, или... Нет, вот смотрите, что касается смеха, смеха, например, есть определенная специфика природы смеха, да? Видите, мы смеяли же на Чапленном пучок, потому что есть смешные ситуации. Поэтому рассмешить, создать эту ситуацию, можно и сегодня, можно было и тогда, и это будет смешно. Это уже профессионализм. Если человек этого не умеет делать, он не рассмешит. Он попытается обязательно рассмешить через какую-нибудь пошлость. Согласны? Поэтому и сегодняшние дети. Другое дело, они чуть-чуть сейчас другие дети, потому что, ну, я не знаю, к теме, не к теме, но мне эта-то пизда запомнилась. Я с приятелем четыре дня назад встретился, я говорю, как дела, как детишка? Он говорит, да ничего, да только вот единственная проблема, чего чуть-чуть опоздал. Я говорю, а что такое? Да, беру ребенка, шесть лет ему. Давай быстрее подожди, побежали, он говорит, да подожди, 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 сейчас две секунды и сиди за этим компьютером. Я подхожу посмотреть, а там, оказывается, бабушка дорогу переходит, говорит, сейчас я собью бабушку. Вот поэтому, я не знаю, поэтому, конечно, сложнее рассмешить. А взрослые? Взрослые как реагируют вот сейчас, когда видят вас на корпоративе? Потому что вас-то знают, мне кажется, больше, наверное, даже не дети, да? То есть мы вас помним по цирку. Да. А дети, наверняка, сейчас многие дети и молодежь вас узнают именно по корпоративам. Да. То есть, может быть, они вас на манеже даже никогда и не видели. Это правда. Мне все время, кажется, с любовью, потому что я не помню ни одного корпоратива, где бы я отработал, и заказчик не проводил бы меня. Потому что для меня это большой показатель. Большой показатель. То есть для вас важно? Да, это очень важно. Если заказчик все-таки получил удовольствие от моего выступления, он найдет всегда секунду-секунду подойти, поблагодарить и попрощаться. Вот я все-таки за уважение друг к другу. А дорого вы стоите, вот, ваше выступление? Я буду откровенным, например. Я стою столько, сколько стоят иностранные фокусики, приезжающие сюда. По крайней мере, я прошу эту ставку. А сколько это? Я не знаю. Это что, говорят, что ли? Ну, обычно говорят. Нет, я думаю, что не потому, что мне... Я что-то это... Я просто обижу других людей. Зачем? Но, по крайней мере, я борюсь с этим. Почему? Потому что... Я вам бесю. Почему? Одного американского актера спросили. Вот когда вас приглашают на роль, вы все время торгуетесь из-за гонорара? Вы что, так любите деньги? Он хорошо сказал. Нет, я люблю свободу. Поэтому я отставил свой гонорар. Люди должны понять одну штуку. Уважение, оно должно быть обоюдно. Вот, знаете, почему я стараюсь меньше заводить друзей? Честно скажу. Как только подружился. Слушай, у меня там у племянника, у меня там у племянницы. Ты не мог бы там прийти? Почему я должен прийти? Я ему говорю. Если ты мой друг, почему ты не оцениваешь мой друг? Племяннику, племяннице. Значит, ты их уважаешь, а меня не уважаешь. Вот у тебя конкретно будет праздник. Я приду бесплатно отработать. Но племянник, племянница тут при чем? Поэтому, вот для меня это все-таки показатель. Потому что, допустим, артист работает. Я и себе, если бы сейчас делал бы, допустим, какое-то мероприятие, я знаю, что человек-артист. Он работает. Это труд. Я обязательно рассмотрю позицию. Так, надо еще проплатить. Вот этого человека уважаемо, чтобы он пришел достойно. Человек, который согласен. Хорошо, хорошо, я согласен на эти деньги. Значит, уровень другой. Вот я, например, по себе сажу. Вот я стою определенную сумму. Я за эту сумму, ну, отработаю на 150%. Как только человек, я знаю, что он мог заплатить, но торговал со мной. Я обязан отработать на те деньги, которые он просит. Но я по-другому не умею работать. Я все равно буду работать на 150%. Вот что обидно. А он этого не оценивает. Понимаете? Я за это. А к материальным ценностям как вы относитесь? Недавно эту тему мы обсуждали очень сильно с молодыми ребятами. Мне понравилось, что и где-то Муратка мой заблуждался. И как-то мы сели. Он как-то тоже вот сказал, так же, как молодые ребята. Вы знаете, время другое. Ценности поменялись. И я это очень был расстроен. Я говорю, Муратик, согласитесь со мной, что ценности не менялись, не поменяются. Они вечные. Отношение к ним поменялось. Отношение поменялось. Это на самом деле. Потому что у них ценности, приоритет стали другие. Но сегодня в приоритете деньги, машины хорошие, дорогие, возможности. Поэтому я говорю, если отношение к ценностям заложено в крови у человека, он обязательно, он будет так же хулиганить, как все. Он будет так же отрываться. Но он все равно будет человеком. Потому что вот эти ценности, они не дадут ему перешагнуть тот барьер бессовестности. Я так думаю. Почему, например, нас воспитывали, и я стараюсь жить по этому принципу, уважение к старшим. Вот старший говорит, это не значит, что нужно обязательно со старшим соглашаться. Но ты обязан выслушать. У него есть опыт. Если он говорит, значит, какую-то изюминку, ты оттуда можешь вытащить. Но сегодня же как? Старший говорит, ну давай, 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 быстрее болтай, быстрее, быстрее, потому что мне некогда. И все. Вот эта ценность, она сейчас теряется. Как-то вот передача была, и Муратик, значит, говорит на этой передаче. Вот мы с папой все время по любому поводу спорим. Я так послушал внимательно. Потом, когда мы пришли, я говорю, Мурат, вот смотри, какая странная вещь получается. Мы по любому поводу спорим. А для чего? Вот не лучше ли разобраться? Вот мы спорим, да? Это молодое поколение, это взрослое. Вот если я прошел через это, через свой опыт, это я видел, я знаю, что это плохо. Я же не уступлю, я же останусь на своем, хотя бы для того, чтобы ты не повторил эту ошибку. Значит, кому-то надо уступить, а ты готов уступить. А он говорит, я не готов. Тогда для чего эти споры? Значит, не нужно даже спорить. Но если ты готов, ведь почему, когда мы, допустим, советуем, да, и человек не слушает этот совет? Для чего советовать, если он не слушает? Вот человек пришел за советом, но он уже не будет менять своего решения. Зачем ты это советовать? А может быть, и не нужны эти советы вот сегодня молодежи? Вот я про это и говорю. Они нужны, всегда были и будут нужны. Другое дело, надо, чтобы они понимали и чтобы они хотели этих советов. Если, знаете, вот такая страшная вещь, она, допустим, ну, это я почему говорю, потому что дети же у меня тоже говорят, ой, пускай он пойдет по этой дороге, споткнется, пускай встанет там, пускай. Для чего? Если ты знаешь, что эту дорогу можно обойти, я просто как родитель обязан. Нет, пускай идет, спотыкается. А вы знаете, что есть дорога одна ровная, одна есть с ушибами, да? А есть же и впереди с пропастью. И про эту пропасть-то я знаю, потому что я уже прожил. Вот чем отличается старый режиссер от молодых? Я, например, очень так с опаской к молодым отношусь. Почему? Я опять через свой опыт скажу. Вот я, например, ставлю номер молодому какому-то артисту, да? Я эти трюки видел 40 лет назад. Я видел этот номер, который проходил на ура. Он классический номер, он пройдет сегодня же. Я его видел. Единственная моя задача, если я современник, найти современную музыкальную, какую-то музыку, современное, какое-то решение номера. Ну, сделать это все современно. Но трюковая часть и основа номера, она уже была. Молодой он придумывает и думает, что сейчас вот зал упадет. Он делает этот номер, выносит в зал, а номер не проходит. Потому что это теоретически у тебя так было, что это будет хорошо. А на самом-то деле еще практика нужна, надо еще все это проверить. В этом вся разница. Раньше мы ходили за фокусами в цирк, а сейчас этих фокусов хватает и в жизни. Сейчас очень много появилось людей, которые пытаются все время тебя обмануть. И таких людей очень много. И гипнотизируют, и используя какие-то вот такие вот фишки, которые используют профессиональные фокусники. Могут, бывает, вот там женщина, мы в сотках видим криминальных, да, запустила кого-то домой, отдала все золото. Или продавец снял кассу, отдал какой-то неизвестной женщине, да, там ее ищут. То есть фокусников хватает и в жизни. Да, дело в том, что, смотрите, все время, когда в жизни какое-то безобразие происходит, обязательно мы это все переносим на цирк, обзываем цирк. Это же не имеет никакого отношения к цирку, к лаунаде. Это аферисты, это другая совсем тема. Вот я работаю фокусом, и мне говорят, вы можете пойти в казино, сделать там то-то, то-то фокус. Люди не понимают, что казиношные шулера, это совсем не фокусники. Это совсем другая арифметика, другая тактика, это совсем другое. Нет, это никакого. Я не знаю, по крайней мере, фокусников, которые бы занимались мошенничеством, аферами, честно говоря. Но это агитируют голливудские фильмы. Вот недавно я даже смотрела фильм о шоу иллюзионистов, да? То есть, как они грабят банк, да? То есть, причем... Иллюзия обмана. А, иллюзия обмана, да. То есть, каждый из них, вот, то есть, они же фокусники профессиональные. Я думаю, что это, знаете, это все-таки, это режиссерская какая-то, режиссерская идея родилась, и показа какого-то шоу все-таки. Почему? Потому что, смотрите, любое иллюзионное шоу, да, можно использовать и в плохом назначении, и в хорошем. Вы знаете, что братья с собой? Но именно такое шоу сейчас, мне кажется, оно более популярно и более продаваемо. Вот я говорю, все зависит от того, что ты хочешь. Вот, маг, который в маске раскрывает секреты, ну, опять, за что купил, за то продал, да? Ну, говорят, он получил 2 миллиона, да, за это дело. Человек пошел за деньгами. Ему наплевать, что он сделал негатив для своих же коллег-артистов. Раскрыв секрет, он, ну, не дал заработать другим своим, да, коллегам. А вторая часть его вот негатива в том, что нельзя, кажется, рассказывать секреты фокусов и раскрывать их хотя бы потому, что я вас лишаю чуда, лишаю удовольствия. Если вы, вот братья Сафроновы, например, которые популятируют там, они раскрывают секреты. Но по какому праву они раскрывают? Это не их трюки, понимаете? Вот я придумал трюк, я имею право делать с ним, что хочу. Это же не твои трюки. Только потому, что ты пиаришься и зарабатываешь деньги. Вот смотрите, какая вещь. Я иду по Тверской, они показывают трюк, да? Мне людей жалко стало. Вот смотрите, там человек садился на стул, стул убирает, он, значит, висит в воздухе. Стояла толпа, женщина, девушка смотрела, смотрела, и вдруг стул убирает, и они показывают, как в ноге торчит штырь, как он цепляет за штыр. И она говорит, и это Бога, я-то думала, что там какие-то волны, а это как штырь. Всё, чудо пропало. У девочки вот всё это, знаете, ну нельзя. И когда они начинали шоу, вы помните, как оно начинало? Вы верите в чудо? Мы вам докажем, что волшебства нет. Разве это можно? Мы же детей воспитываем, верьте в чудо, добивайтесь, им будет его. Потому что сегодня, после того, когда они очень много получили писем там негативных, они теперь приехали в Алма-Ату, они по-другому. Мы вам покажем чудо, мы вам покажем волшебство. Надо в первую очередь, я думаю, всё-таки всегда за любое дело, которое ты берёшься, думать о том, для чего. Вот люди часто путают разные вещи. Вот я живу много лет по этому принципу. Вот человек создаёт спектакль, пишет песню, он начинает думать о чём, да? Правильно же? Это неправильно. Надо всегда думать для чего. Если у тебя есть для чего, пиши. Если у тебя нету для чего, а может, это и не надо. Я помню в своей юности, а может быть и в детстве, Дэвида Куперфильда. Да, курите, пожалуйста, у нас все в студии курят под конец программы. Можно курить? Да, 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 если хотите, можете закурить. Нет, я не буду, я смущался, я уберу его. Уберите, да. Нет, вы можете его не убирать, вы же можете, да. Вы можете и стол на что даже запихнуть. Я помню Дэвида Куперфильда, да, и я помню вот это вот телевизионное шоу «Магия». И, конечно, я в это верила и всегда удивлялась, как вот человек в экране знает, какую карту я там загадала, да. Ну, я вот предлагаю в завершении нашей программы, в нашей такой замечательной беседы, показать мне какой-нибудь фокус, связанный там с картами. Все-таки я бы хотел завершить программу другим. Когда едешь за границу, смотришь телевизор, через этот телевизор у тебя отношение к этой стране, к этим людям. Вы знаете, там такие красивые ведущие, и тебе кажется, что там все... Все страна такая. Да, все женщины. Вот идешь, а на самом-то деле, вот по Парижу, да, идешь, там у нас там в тысячу раз больше красивых. В той же Италии, да, смотришь телевизор, а на улице, боже мой, и получается. Но вот умницы те, которые пригласили тебя на эту передачу, потому что, по крайней мере, я, это опять мое личное мнение, все-таки есть вещи, которые, они отражают лицо вот той страны, в которой ты живешь, в которой ты работаешь. Поэтому, когда я вот смотрю тебя в этом телевизоре, и мне приятно, что, да, слушай, вот был бы я иностранцами, и сказал, слушай, какая красивая страна. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Нет, нет, это правда, я очень к этому следу, поэтому я тебе приготовил подарок. Спасибо. Да. Что это будет, цветочек? Да, но обычно красивым что дарят? Цветы. Ну вот, поэтому я тебе повторю. Ну, не бумажный, конечно. Ну, вот я теперь, вы знаете, я же понимаю, что это все неспроста, и что вот я как-то... А что, тебе бумажный не нравится? Нет, я просто вот теперь понимаю, что где-то здесь что-то, где-то какая-то собака. Нет, но, нет, если тебе не нравится бумажный, хорошо, поменяй. Пожалуйста. Ага, спасибо. О, настоящая роза, спасибо, Карима. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли ко мне в студию, мне очень приятно было с вами поговорить. И я думаю, что не за горами и ваше звание, заслуженного деятеля Республики Казахстан, потому что таких людей, как вы, нужно ценить и гордиться. Тем более, что вам уже 60 лет. Спасибо большое и вам. И в заключение я бы очень хотел, хотел бы вам подарить в вашей студии свою визиточку, если вы не против. Конечно, не против. Единственная проблема... Опять я жду какой-то подвох. Нет, подвоха нет, единственная проблема. Я всегда беру с собой визитку, но я забываю ручку. Поэтому, если я автограф пальцем поставлю, вы не против? Тогда хоть ногой можете поставить. Хорошо, спасибо. Так пойдет? Пойдет. Ох, не было автографа и теперь поедился. Вы смотрели программу Сатуско и сегодня у меня в гостях был артист цирка, маг, волшебник, народный любимец Карим Мутурганов. Всего доброго. Увидимся в следующий четверг.